Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Вячеслав Владимирович. Я отец Дианы Кузнецовой, которая пострадала 11 числа при катании на тюбинге. Получила, я не специалист, но как родитель, для меня очень тяжелую травму, я так думаю, потому что у нее перелом позвоночника в пяти местах. Мы катались на аттестованном месте, в пансионате Восход, приобрели эту услугу, потому что по-другому не скажешь, это услуга, по товарному, по чеку, поднялись на оборудованный спуск, где существует подъемник, где должен, ну и вроде находился какой-то мужчина в оранжевой жилетке. В результате первого же спуска в конце горки, на выкате с горки, моя дочка вылетела из тюба, упала, упала на спину и все, и дальше не может встать. Плачет, говорит, мне больно. Подбежали к ней, у нее сильно болит спина. В результате, значит, люди, которые работают на подцепах, где, которые поднимают тюб наверх, по рации позвонил, давайте сюда снегоход. Приехал снегоход, сзади подцеплены сани. Сани для транспортировки пострадавших, я не согласен. Это обыкновенные какие-то осанки, покрытые фанерой, высотой там сантиметров 30. Я могу, конечно, ошибаться, может быть, и выше, поскольку состояние эффекта, а эффекта просто-напросто было. Стоят, смотрят, говорят, ну что, надо как-то ребенка грузить туда. В результате, значит, помогают поднять на ноги, вот ребенка с переломом позвоночника поднимает на ноги и кладут на эти сани. Я даже не медик, но я прекрасно понимаю, что с травмой позвоночника нельзя этого делать. Дальше поднимает наверх к бассейну, выходит женщина в белом халате. Что у вас тут? А, ну ладно, вызовем скорую сейчас. Не посмотрел, ручки, ножки двигаются у ребенка, не двигаются. Как все это? Ну, давайте чем-нибудь утеплим ее. Выходит, выносит несколько покрывал, извините, не покрывал, а выносит несколько курток. У меня есть фотографии, я потом вам просто ее предъявлю, покажу. Накрывают ее куртками и кладут под голову надувной круг. Как, человек? А если у нее там, не дай бог, позвонок в основании черепа, там какая-то травма или еще что-то? Подложить под... Нет, ну у меня просто, я вот, резык заплетается, я просто в состоянии такого нахожусь, несколько дней ночей не спал, был подле нее в больнице. Я считаю, что эти действия, которые предприняли, работники, я не думаю, что они профессионалы, просто не соответствуют нормам Российской Федерации, да и вообще здравому смыслу даже. Как можно пострадавшего, который лежит, жалуется, что у него здесь резкая боль в спине, поставить на ноги? Это просто кошмар какой. Что вы решили? Вот почему мы находимся здесь? Я для себя решил написать заявление в прокуратуру по 294-му федеральному закону о защите прав юридических лиц, чтобы прокурор инициировал внеплановую проверку на соответствие качества предоставляемых услуг этой организации сейчас с пансионата «Восход». В частности, катание на тюбах, катание на сноубордах, на лыжах, то есть, чтобы люди действительно у них аттестованы, что люди знают и понимают, как они делают, что они оказывают, какие услуги. Иначе это будет продолжаться бесконечно. Собственно, по вашей души, да, действительно сказал. Прокурор сказал, что на следующей неделе меня пригласят на выездную проверку прокурорскую именно по случаю травматизма в пансионате «Восход». И заодно еще и Лазутская проверить, потому что вот где там человек удушился, о котором я писал недавно. Так что вот, блин. Мне кажется, это хорошо. Это хорошо, это удачно. А когда пресса присутствует, то есть все предупроведки, это только поспособствует тому, чтобы информация освещалась и освещалась она не одного со стороны проверяющего, контролирующего органа, но и была доступна зрителям, была доступна общим и широким слоям массы населения, которые могут составить свое мнение, действительно ли правильно и в полном ли объеме предоставляются услуги и качество предоставляемых услуг в тех или иных организациях. Мне кажется, что прокурор принял правильное решение. Да. Ну вот увидели просто, что я беру интервью ухода и решили поинтересоваться. Вошел помощник, сказал, что прокурор хочет, чтобы я к нему зашел. Вот я зашел, он говорит действительно, что по такому случаю обязательно привлекут, так как я поднимаю эту тему, чтобы все было наглядно. Где сейчас находится ваша дочь? Дочка сейчас находится в Москве, в детско-клинической больнице номер 9, Ее готовят к операции. Я уже говорил, что у нее множественные переломы, не будут ставить пластины, крепить все это дело на винты, сложно говорить. А, там, будут изолированы, там, я не знаю, 4 позвонка. Как дальше потом это отразится на ее возможности нормально жить, нормально нагибаться, даже просто завязывать шнурки. Не знаю это. Дождемся операции, я надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь, очень надеюсь. 1, 2, 3, 4! КОМОН! КОМОН!